так всем привет что я делаю на празднике а что я делаю на празднике дома дедово все праздники проработали моего ехали к тещи на дачу обиделись что они с ними поехали на дачу я здесь дома дедово сегодня единственный день не рабочие то сейчас вот ездил забирал кофты заказал в альпиндустрии забрал их это уже пять раз позвонили надо выходить было на работу ребята помогли вышли на санбоксинг кофты из любых и поехали ехала на самом деле за одну кофту приехал туда на величка померил были великовато так у меня не шьет подогония шьет размер больше заявленного у них получается все мне понравилось капюшоном очень высокий ворот все застегивается и тоненькая такая удобная величка и слишком она великовато для меня попросил какую-нибудь альтернативу найти альтернатив конечно не нашли но у меня загорелись глаза и и и предложил вот тут у меня кофта и я ее купил поехали она в принципе такая же тонко как патагония то есть вообще вот тут такое окошко вообще очень высокий и удобная она очень на патагоне есть патагоне так взяли на такую фирму это полар тэк фирма мне еще пока что это по-моему какие-то австрийцы и на фит посмотрите даже как патагоне тоненькая но и капюшонами до ссылочка на патагоне тоже потом оставлю на единственный кофт и плюс патагоне она в таком расцветке которая даже нет уже у них на сайте патагоне то есть нельзя заказать она восемнадцатого года в такой расцветке красиво что больше таких не выпускают ну что ж мы поменяли на эту сразу скажу минусы этой кофты минусы этой кофты есть карман маленький положить для карточки вот кармашек маленький под карточки здесь карманов нет и внутри ничего нет вот это минусы этой кофты она тоненькая вот такая фресочка как сейчас стали делать не фрес это полар тэк в общем то тут говорить не о чем я все уложу сделаю постараюсь во всяком случае сделать со ставочками так чё здесь у нас ну и рукава рукава не сильно длинный нормальный из под палец тоже как я хотел дырочки есть посмотрим что это за австрийцы по-моему австрийцы честно говоря не помню они не попадались к нитюков как-то я раньше внимания не обращал сзади выглядит вот так в общем то тоненькая флесочка тоненькая флесочка такой же у меня на груди кармашек и чего мне еще предложили две нароны ну на рону моя любимая флеска я не мог отказаться пройти мимо смотрим что здесь с нароной с нароной все еще намного лучше вот такая же тоненькая кофточка такой же у меня на груди кармашек даже побольше вот кармашка и у нее есть два кармана по бокам все таки молодцы нароны хотя у другой нароны такого не было то есть карман карман довольно таки большой ну и здесь такой же был вот тут как всегда под палец у них сделано рукава длиннющая у нароны всегда вот из-за того что вот эта штука есть вот у меня тоже у меня тоже высокий воробь но по сравнению с патагонией все таки я нет это не то была еще на рона рыжая рыжая в нее вот здесь вот маска такая вделанная но опять элечка вот собственно говоря я даже вот не эту нарону хотел но она элечка и она тоже мне великовато так что я остановился вот на это тоже здесь нет никаких карманов изнутри тоже это лесочка которая занимает поваренный полартек в общем то тут говорить не нечего так она может показаться не зря и не зрачная и длинная вот это вот длинный нарон норвежцы любят длинные спины делать вот она выглядит сзади в общем то такие две кофточки я пошел ложиться спать и завтра опять вставать на работу всем спасибо кто досмотрел удачи